Здравствуйте, мы в магазине All Time, и сегодня мы показываем вам новинки. Времена сейчас, казалось бы, не те. Новинки, поступать новинкам на наш рынок стало труднее, но тем не менее они поступают. Это очень здорово, когда все-таки есть возможность. Ну, понятно, чем подогревается интерес к часам. Часы — это вообще такая двоякая вещь. С одной стороны, это какие-то традиционные штуки, которые мы любим, ценим именно за то, что, ну, за то, что ты берешь часы в руки и начинаешь понимать, и сразу же понимаешь, ну, что здесь такого, какие здесь достижения часовщиков прошлого, этого бренда, других брендов, просто каких-то великих изобретателей, не знаю, там, живших много столетий назад. Это с одной стороны. А с другой стороны, всегда интересно, как часовщики адаптируются к современным вкусам, какие они штуки, какие дизайны придумают, иногда новые функции. В общем, новинки — это один из двигателей часовой индустрии. Так вот, магазин All Time всегда рекомендую, потому что часов очень много. Даже если, ну, так скажем, не все, далеко не все, да и я сам, в общем-то, не успеваю следить за всеми новинками, но тем не менее, когда проходишь, смотришь по витринам, и всегда глаз цепляется на какие-нибудь вещи, которые ты там мог просто пропустить когда-то раньше. А вот, ну, естественно, существуют какие-то реальные настоящие новинки, которые появились в ассортименте недавно. Это всегда вызывает интерес, это всегда повышает, так скажем, котировки бренда, который, ну, так сказать, не фиксируется на каких-то своих классических достижениях прошлого, но все-таки как-то работает, идет вперед и всегда находит новое решение. Часы, которые я держу в руках, это бренд Такхойер, хорошо вам известный, и вот для данных часов они нашли партнера, это часовая компания Bamford Watch Department, которая расположена в Лондоне, и которая долгое время старалась, ну, работала в таком, ну, так скажем, не всегда легальном поле, то есть они брали швейцарские часы известных брендов и что-то творили с их дизайном такое, до чего же швейцарские бренды не удосуживались, либо не считали нужным, так сказать, прислушиваться к требованиям покупателей, что неплохо бы получить вот такой вот дизайн. Вот Такхойер, обновленная коллекция Акварейсер, и мы находим здесь, что мы видим в этом Bamford, это титан, это сразу ощущается по легкости этих часов, это матовый титан, который приобрел вот такой достаточно темный серый оттенок, это черный циферблат, декорированный рельефной проточкой концентрической, ну, в общем-то, я думаю, на макросъемке это все хорошо видно, это такой аналог переливающегося циферблата, который получается отделка, по которой получается радиальная шлифовка, и здесь фактически кольцевая, но не шлифовка, а проточка, здесь немножко другой эффект, но тем не менее, этот циферблат, он, ну, так вот, проявляет такое живое свойство, какой-то оптический эффект, темно-серый цвет корпуса, ободка, браслета, за счет того, что это титан, за счет того, что он подвергнут абразивно-струйной отделке, черный циферблат и плюс оранжевая разметка, очень эффектный, очень четкий такой дизайн, ну, Такхойер, здорово, ну, и разумеется, это все лимитированная коллекция, о чем имеется специальная надпись на задней стороне часов, один из 1500 экземпляров, что для Такхойера, который, в общем, производит часы сотнями тысяч, ну, я имею в виду, годовое производство составляет несколько сотен тысяч, вот, что для Такхойера, это, в общем-то, достаточно такая редкая штука, поэтому часы, в общем-то, вполне себе можно воспринимать, как коллекционные, покупать не просто так, а как коллекционный объект, что очень приятно, согласитесь. Продолжим тогда Такхойером, вторые часы, это немножко, так скажем, альтернатива Бамфордовской модели, здесь это тот же самый акварейсер, но только в корпусе меньшего размера, и здесь все из нержавеющей стали. Что здесь приятного? Еще одна современная тенденция, это так называемые дымчатые циферблаты. В чем состоит эта фишка этих циферблатов? В том, что окраска делается таким образом, что в центре она более яркая, более светлая, и при приближении к периферии циферблата она становится более темной, иногда даже, в общем-то, почти до черного. Но этим не ограничивается вот эта вот характеристика дымчатых циферблатов, потому что вторая фишка – это шлифовка или другая отделка, которая дает циферблату еще оптически переливающийся эффект. Когда вы вращаете, вот так вот двигаете корпус часов, вы видите, что на циферблате появляется такая переливающаяся окраска, игра светотеней. Здесь она двойная, и помимо вот этой очевидной горизонтальной рельефной структуры, здесь также имеется почти незаметная, ну вот просто вот как штрихи, почти незаметная радиальная шлифовка, но очень тонкая, но она абсолютно четко присутствует, потому что при вращении, вот при небольших поворотах циферблата видно, как вот эта вот, ну, определенная такая игра, игра вот этой света и тени характерна именно для этой отделки. Поэтому вот такая вот тройная отделка плюс окраска, градиентная окраска – это, в общем-то, такой дымчатый циферблат высокого класса, который очень приятно видеть у такого бренда, как Tag Heuer. И, кстати, вот последнее, что я хотел бы сказать по этому поводу, на ободке, дайверский ободок, работает, секундный клик. На дайверском ободке использована тоже такая же отделка, здесь радиальная шлифовка, которая и еще ободок заставляет переливаться, поэтому и циферблат переливающийся, и ободок, ну, в общем-таки, богато выглядящие часы, мне очень понравились. Продолжим наш обзор часами Ball. Бренд технический, бренд заточен на то, чтобы давать всегда клиентам какие-то дополнительные бонусы, дополнительные преимущества. Кроме того, что это механические часы, здесь также имеется дополнительная функция. Что очень приятно для ценителя часов, это то, что индикации мирового времени. Здесь мы как-то в одном из обзоров были часы Ball, где мировое время управление этим индикатором, оно осуществлялось с помощью заводной головки. Здесь имеется дополнительная головка, вот она находится вот здесь, в положении 2 часа. Сейчас я постараюсь показать, как это действует. Она фиксируется на резьбе, что очень предусмотрительно. Ball делает часы практичные, часы для использования во всяких, так скажем, не совсем офисных и домашних обстоятельствах, но также, например, на море. То есть часы делаются водостойкими. Так вот, именно для этого делается эта головка. Вторая также фиксируется на резьбе, чтобы обеспечить водостойкость. Вот я ее отвинтил, и сейчас я начинаю вращать. И вы видите, что внешнее кольцо с названиями городов, собственно, это и есть индикация мирового времени, она поворачивается при вращении вот этой дополнительной головки. Ну, в общем-то, с одной стороны, разумеется, это удобно, а с другой стороны, это всегда плюс, это бонус для ценителя швейцарской механики, что механика, она не только в механизме, но также во внешнем исполнении часов. Итак, болл, мировое время вместе с индикацией даты и дня недели, и вместе с фирменными болловскими штуками, вместе с фирменной болловской разметкой с помощью третевых люминицирующих элементов, которые, ну, мы знаем, что люминофор обычный, он заряжается от света, вот на часы падает свет, и потом в течение нескольких часов мы видим люминицирующую разметку. Здесь имеется третий в этих элементах содержится, который за счет радиоактивного распада, вполне безопасного для владельца часов, вот, это специально сделано именно таким образом, технология выполнена. Так вот, за счет вот этого энергии, этого распада, эти маркеры светятся постоянно, независимо от того, что их там заряжали светом в последний день или нет, они будут светиться в течение как минимум 25 лет. Ну, в общем, понятно, это болл, все мы знаем, что это такое, и мы ценим этот бренд. Продолжим наш обзор новинки, вот этой потрясающей моделью бренда Переле. Ну, здесь понятно, здесь именно то, что мы любим и ценим в Переле. Это коллекция Turbine, называется она так, что на циферблате расположена турбина. Вот я сейчас стараюсь не шевелить, вот она встала, она не движется, и сквозь вот эти лопасти этой турбинки мы видим там какая-то картинка. И в чем кайф этих часов, то что, ну, вот эта картинка, которая, в общем-то, в основном скрыта, и они можно только догадаться вот по вот этим небольшим участкам, если запустить турбину, заставить ее вращаться, мы видим этот мотив, который выполнен в красном и серебристом оттенках, и, в общем-то, такая интересная, особенно вот, вы видите, он начинает останавливаться, когда он поворачивается туда-сюда, как будто вот такое мигание. Ну, в общем, это абсолютная такая расслабляющая штука, которая, ну, в общем-то, часы-игрушка, которые тебе доставляют удовольствие самим вот этим фактом использования оптических эффектов. Ну, фактически, это также механика. По сути, этот ротор, он изготовлен ровно так же, как изготавливается ротор системы автоматического завода, просто вот в этой модели он не подсоединен к механизму, он не несет никакой функциональной нагрузки, и поэтому за счет этого он очень хорошо вращается, ну, в общем, такой кайф, сплошной часы, сплошной кайф. Мне очень нравится Перелей, это коллекция, и здорово, что появляются новые модели с новыми картинками, новыми типами вот этого дизайна. Ну, и завершим мы наш обзор вот этим потрясающим G-Shock'ом. Мне долго хотелось увидеть такого рода часы. Это так называемый Royal Shock. Ну, можно называть по-другому, я предпочитаю именно так. То есть это часы G-Shock, в которых имеется ободок восьмигранной формы, что заставляет эти часы походить на знаменитый Royal Oak бренд Ademar Piguet. Разумеется, так и по позиционированию Ademar Piguet и G-Shock рядом не стояли, никогда стоять не будут. Поэтому, ну, опять-таки, разумеется, ну, я обязан это сказать, в дизайне этих часов не было, никогда не ставилась задача воспроизвести Royal Oak. Просто, ну, просто вот так получилось. В поисках нового дизайна дизайнерская команда G-Shock, дизайнерская команда Casio, они, ну, вот просто нашли такой дизайн. И вдруг, ну, так, так, боюсь, что они даже не подозревали, что будет такой эффект. Но, тем не менее, у ценителей часового дела, ну, в общем-то, это вызвало такой большой интерес именно тем, что вот это часы электронные, часы кварцевые, часы японские, и они, в общем-то, напоминают вот этот знаменитый дизайн. Ну, что, в общем-то, нисколько не умаляет достоинств самих этих часов. Они здорово смотрятся на руке. Здесь дизайнеры Casio создали для этих часов такой ремешок, пластиковый ремешок, такой дайверского типа. То есть, ну, вы знаете, это гармошка, изобретенная в свое время сейка. Ну, здесь, так сказать, в минимальном это все дело виде. Обычно используется несколько волн. И, соответственно, под этот темно-синий ремешок, или наоборот, они ремешок подобрали под стальной корпус, который декорирован ионным покрытием, дающим вот так вот серо-синий темный такой насыщенный цвет. Очень интересные часы. Мне кажется, вот-вот даже вот как... Часы, они очень здорово подходят к самым разным стилям. Вот, в частности, у меня, так сказать, неформальный стиль, абсолютно каждодневный. И вот часы вот в такой вот отделке, в темно-синий, ну, в общем-то, серо-синий, я бы даже сказал, такой, как бы, так сказать, приглушенный синий оттенок. Очень такой технический в каком-то смысле, поскольку это напоминает... Ну, если бы взяли эти часы и, допустим, их декорировали воронением. Есть один из оттенков вороненой стали, который близок вот к такому вот цвету. Плюс они монохромные. Ну, то есть, это такое дизайнерское высказывание, когда и циферблат вот такой оттенок, и ремешок такой оттенок, и корпус такой оттенок. И все это металлический Royal Shock, который я всегда ратовал за то, чтобы кроме таких веселых, классных, пластиковых моделей, обязательно были металлические Royal Shock'и. Они есть, и это здорово. Эти новинки появляются и будут появляться, потому что бренд Casio, он не останавливается. Это классно. Я очень ценю то, что он делает в дизайне. И вот, например, вот в этих часах Royal Shock. Итак, Royal Shock, другие новинки. Приходим в магазин All Time, смотрим, выбираем для себя. Мне кажется, здесь есть много чего, на что посмотреть, что выбрать. Новое, не новое, это всегда актуально. Спасибо за внимание, и до встречи в будущих сюжетах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok